Музыка В начале конференции главного тренера Максима Малакошенко, какие-нибудь подоставления и задавайте свой вопрос. Да, да. Да. Раджетман Моркович, поздравляю с победой. Спасибо. Восторг. Скажите, какие эмоции вы сейчас продевали? Вы слышали, что громко было? Они друг на друга орали. Защитники возмущаются, что только не забиваем моментов. Нападающие возмущаются, что не дают точной передачи. А так, ну, они порадовались, да. Ну, естественно, это в психологическом плане очень важная победа. Скажите, эмоции от возвращения в годы? Ну, четыре с половиной года здесь работал. И очень многие подходили, со всеми разговаривали. Подошел президент клуба Магомед Даудов. Поговорили с ним. Спросил о здоровье его. Как у него дети, сына, жене уже. Это приятные воспоминания, это приятные. Потому что у нас, ну, очень много было хорошего. Очень много было. Футбол был хороший, результаты были хорошие. Глава Ромзан Арматовича постоянно был и переживал, и все время следил за этим. Поэтому передал от себя. Попросил Магомеда передать ему привет от меня. Ну, естественно, воспоминаний очень много. И город уже как родной тоже. Саша? Кажется, не могу лучше. С составом удивили, честно говоря, сегодня. Неужели тебя удивили? Сужденные меры были. Нет. Ну, напрашивал, что ИУ будет помогать либо Рахман Алиев, либо Абшалцев. Ну, у нас по Ранджиловичу была проблема, да. Мы не знали, выйдет он или нет. До последнего сегодня на утренней разминке только мы посмотрели. И мы решили, что он проведет разминку, в общем, перед игрой, но уже заранее готовился Саша Зотов. Хорошо, что он вышел, потому что он дает мобильность. Вы видите, как он сохраняет эти мячи, как он может выходить, как отдавать передачи. В то же время он очень много покрывает расстояние, как раз штрафное соперников. Я считаю, что, хотя это не его равная позиция, но выглядит он на ней хорошо. Что среди у Рахмана случилось? Он почувствовал недомогание в мышце Петра и, естественно, рисковать еще. Потому что с Ванглевыми и так у нас проблемы, рисковать с ним мы не стали. То есть в сборную не поедут? По тому, что сейчас мы видим, мы вообще-то не должны ехать. А то? Очень тяжелый матч. Хорошая победа. Вы очень долго не делали замены. 2,78 минуты. Зачем? До 60-й показалось. Тяжело. Надо посмотреть просто объем скоростной работы, которую выполняли как раз игроки полузащиты. И я понимал, потому что я уже спрашивал и Ранжеловича, и Ваду. Или все. Но мы видим из характера этих пацанов. Тем более, Ваду надо понимать 3,5 месяца без команды. Вот сейчас у нас выходные будут у большой группы игроков, но им нужно отдохнуть тоже. Но он сказал, я один день отдыхаю, мне надо набирать форму. А это и из профессионализма. Это человек, который хочет набрать форму, но мы видим его качество также. Мы видим того же Чумича, который... Они дали нам чуть больше креатива в атакующих действиях. И это важно. Их нужно вписывать в команду в любом случае. Потому что мы должны понимать, ну как бы мы ни хотели, эти игроки не считаются топового уровня. Нам нужно их вписать. Потому что мы их берем не за такие большие деньги, но то, что они добавят качество, это однозначно. Мы видим это подарок. Потому что что он делает, это... И я не удивляюсь интересу уже зарубежных команд, которые просто выходят и начинают общаться напрямую. Потому что игрок с ростом метра девяносто два, умеющий так бежать и умеющий так сохранять мячи, обыгрывать двух соперников, это на самом деле... Ну, мы на сегодняшний день очень довольны его приобретением. Вопрос только один. Кто за ней? И здесь нужна конкуренция. Руслан Безруков сыгрался в основном составе. Сыграл ногами. Сыграл ногами. Но мы видели несколько эпизодов. Мы понимаем, что все-таки для него тоже это новая позиция. Хотя кто-то удивляется этой позиции. Но я не просто так его поставил туда. И первый раз не просто. Потому что он в Ростове играл флангового игрока. И это для него не новая позиция. Просто нужно его поправить, нужно сказать что делать. Но мы видим, как он бросается часто. Мы видим, как он вылетает. Просто его обыгрывает. Хотя ты должен закрывать возможность передачи. И не убыстрять игру соперника. В первом тайме он не вернулся быстро. Потому что Канате получил этот мяч. И он только успел вернуться в последний момент. Хотя мы потеряли мяч на другом фланге. А реакция на этот переходный момент такая. Ну, в любом случае сейчас можно найти. И это задача наша. Находить негатив и плохие моменты, которые надо улучшать. Но не хотелось бы сейчас об этом говорить. Потому что все-таки эмоционально у команды хороший подъем сейчас. Антон. Решит Матрубович, добрый вечер. Привет. То, что вышел Егор Тисленко в стартовом составе вместо Александра Мавтоновича. Это персонально под Канате было? Персонально под Берешев. Ну, похоже был. Потому что Тисленко часто находился в игре 1-1 с Канате. Ну, это же зависит от того, как будет располагаться игрок. Тисленко же не может убежать от него, если он приходит в его зону. Но поначалу мы видели, что у Егора есть проблемы. И достаточно много брака было у него. И реакция на эти многие моменты была не такой, какая должна быть при переходах. Но дальше он успокоился вроде и все стало нормально. Когда ты выиграешь несколько наборств подряд и сохраняешь эти бичи, появляется уверенность. Вот и все. Он участвовал в древом моменте. Боль точнее. Да. Он убедил Вас как игрок в стартовом составе? Так, мы понимаем, что он может сыграть. И я же отталкиваюсь от того, что происходит в тренировочном процессе. И поэтому я разговариваю с ними, со всеми, кто не играет. Очень важно, чтобы они продолжали работать. Потому что это их уровень. Его нужно сохранять. Если даже он не играет, значит, в тренировочном процессе он должен проявлять себя лучше, чем конкуренты. Естественно, это та самая конкуренция, о которой мы говорим. Егор выглядел неплохо всю неделю. Я никогда не беру один день. Два дня. Но вот то, что происходило в последних игровых упражнениях, в том, как он выглядел, да, как он работал. Вроде метр девяносто, но он может бежать хорошо. И, естественно, уже за два дня до матча в голове созрело, что надо его попробовать. Когда Николай Чумич заборол выход один на один, что вы про себя говорили? Это уже был второй момент в этой игре, когда он не смог реагировать от выхода? Да. Но там и у других были такие же моменты, если вспомнить. Но в любом случае можно сейчас на это закрыть. Вопрос только, что мы создаем эти моменты. Вот это хорошо. Да? Это очень хорошо, что мы их создаем в эти моменты. То, что он забил – это хорошо. Но еще раз, Никола приехал из Сербии, где я знаю сербский чемпионат, я знаю, что скорости они не такие. У него нет этого опыта международных выступлений, да, где-то за сборную. Он только вот сейчас привлекся, первый раз был в июне месяце в сборной. И для него перестроение на другие скорости, на большое количество единоборств достаточно сложно. У себя он в клубе играл больше какого-то свободного флангового вингера, свободного художника. На мяче поставил. А здесь его заставляют играть и в обороне. Поэтому перестраиваться ему тяжело. Но мы видим, что у него есть желание. Видим, что у него есть очень хорошие качества. Если он начинает один в один обыгрывать, если он начинает убегать, он хорошо сохраняет эти мячи. Это важно – не терять мячи в том количестве, в котором у нас до этого были моменты, когда мы просто в простых ситуациях теряем и попадаем под постоянное давление. Да, Мир. Какие планы на паузу двух недельных? Дадите ли команде выходной, пару выходных после этого? Четыре дня выходных. Четыре у команды. Но те игроки, которые играли мало, у них два тренировочных занятия. Они должны будут выполнить. Все остальные – одно тренировочное занятие. Для того, чтобы с 13-го числа они были в двухразовом режиме. Потому что там будет четыре подряд тренировки – утром и вечером. Ну, достаточно нагрузочные. Ну, а так все уедут. Кто уедет в сборную – значит, будет сборной. Поэтому, ну, по планам все уже до следующего матча уже отработано. А планируются ли какие-то товарищеские? Нет. Пока нет. Пока нет. Мы больше уделим внимания, наверное, все-таки организации. Все-таки то, что команда наконец-то поделась. И без зоноса в каждом матче. Национальный подъем чувствуется? Ну, еще раз. Вот это вы ориентируетесь на это, да? Это я понимаю, это нормально. Я, как тренер, ориентируюсь немножко на другое, да? На то, как у нас идет это перестроение. Это тяжелейший процесс перестроения. Надо же понимать это, да? Потому что… А может с очками лучше как-то? Нет, с очками лучше. Но надо понимать, да, есть определенное психологическое давление, когда нет этих очков, когда ты не набираешь. Но я сегодня говорил с командой, вчера говорил. Я им сказал, вы не можете потерять в себе уверенность. Уверенность теряется тогда, когда вы очень плохо играете, и вас просто все возят. Тогда можно сказать, да, мы будем бояться выходить в каждом матче, но вас никто не возит. Мы сами себе привозим голы. Нам нужно сыграть очень внимательно в обороне. Очень внимательно. Потому что у нас все залетает, и нас наказывают за каждый эпизод. Такого не может быть. А играть-то вы играете. И даже просматривая матчи, потом я вижу, что есть определенные хорошие отрезки в игре. Просто вот если потеряли концентрацию, нам забивает. Но нам нужно это изменить. И вы не имеете права терять в себе уверенности, потому что игра у вас есть. Все, двигайтесь дальше. Все? Все, ребята. Коллеги, спасибо. Ну что, вы хотите лететь? Фрактовый выезд.